Всем привет! Меня зовут Антон, и вы на канале Пойди и Провери. Сегодня мы отправимся в 150-ю зенитно-ракетную бригаду ПВО. Этот военный гарнизон неподалеку от села Васильевка имел название коммуна имени Ленина. В 90-е годы гарнизон расформировали, все казармы, коммуникации и прочие строения просто бросили. Мы отправимся, посмотрим, что здесь осталось. Поехали! Развалины домов. Это гарнизон. Это были либо казармы, Либо это были дома, где жили офицеры и солдаты. Так уже небезопасненько все. Тоже висит на честном слое. Кто-то здесь жил. Кто-то служил. С парадного входа зайдем. Вот деревья проросли уже внутри. Крыша тут. А, здесь крыша нет. Пройдем. Да, здесь чисто деревья. И больше ничего. Это дом культуры, да, наверное? Клуб. Клуб. Ну, не ночной же клуб. Дом культуры, как обычно, было везде. Я его смотрю. Здесь частный сектор. Кстати, в самом гарнизоне, в самом гарнизоне три дома мы насчитали. Таких многоквартирных, где живут люди. И, ну, и частный сектор небольшой. Вот. Люди здесь проживают до сих пор. Как бы, гарнизона нету, а люди живут. Как бы, все проросло деревьями. Висит на чем? Не знаю, что они пустят. Здесь как-то все надо. Здесь он. Все развалено. Главный вход в клуб, скорее всего, вот здесь лестницы даже есть. Да. Под снегом. Да. И главный вход в клуб был вот здесь вот. Да, это такая вот. Круто. Когда-то было. Сейчас печаль. Местные. Дровишки пилят. Ну, вот мы и подошли к объединенным мастерским. По крайней мере. И так они называются на Викимапии. Да. Да. по крайней мастерским. Смотри. Вот там есть тайная комната. Ну и туда проникнем, я думаю. Думаешь? Ну, сохранилось так намного лучше. По крайней мере, деревья из пола не растут. Да, деревья не растут. Ну, потому что здесь крыша есть. Если бы крыши не было, то все печально. Разписывал гигантные крыши. Здесь же в комнате. Да, посмотрим, что в тайной комнате. Ага. Аккуратно. Ага. Аккуратно. Здесь только стекла подогревает. Аккуратно. Не знаю, почему, сейчас полная ножка. Видишь, крыша тоже здесь рушится. Начинает. Тихоньку. Русские выводы, здесь какой-то какт, как бы. Ага. Как тюрьма, да? Решетки какие-то, знаете, в мае. здесь ничего интересного, идем дальше вот мы и подошли с дуином офицерской столовой давайте посмотрим что там столовой уже ничего не осталось там ниже столовой отсюда видно мы проходили мимо лаборатория да и что там еще бывший военторг магазин да военторг вот военторг видно да на самом деле так смотреть не на что точно такие же развалины стены одни вот военторг ближе а туда ниже это лаборатория да вот котельная уже современная новая вот бывшая котельная закрытая не работает заколочена выше жилых домов есть еще одно здание трехэтажное вот на нее уже нет крыши правда посмотрим что там ну конечно же она не обозначена да на карте не обозначен печаль потому что здесь все так на ладом дышат ну вот это спортзал ну это фундамент Машпах 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 Все таки Профессионал хочет в подвал Безумно, только стильных тут нет Не прыгай Тут нет Это вход в спортзал получается А здесь что? Возьму Что там большие? Да Да Нужно цикольное помещение Здесь Здесь ничего нет Получается это направо Мы сейчас по идее выйдем В демонстанк Здесь максимально небезопасно Прям Очень небезопасно Надо быстрее сюда вылазить Тут вход в спортзал Еще один Все тупик Все Идем Выйдем оттуда Откуда входим Да А все время Это Это я так понимаю главный вход Этого здания Ну в самом гарнизоне Мы вроде бы везде побывали Вот Осталось Да Здесь есть На викимапе Есть рядом склад Бывший склад Этой бригады Зенитно-ракетной Он немного правее Сейчас поедем в ту сторону Посмотрим Еще есть Позиции С-75 Да Она идет Левее Дальше И там где-то рядом Есть аэродром Заброшенный Сейчас пойдем Посмотрим Найдем мы Или это Или вообще реально Что там А есть еще получается Часть Ну написано что часть Ну этой же Этой же бригады И плац Вот Ну вы посмотрели По карте приблизили Такое чувство что там просто уже Остовый скелет Такой же как вот Типа вот это Да Ну посмотрим что там Скорее всего там уже Ничего не осталось Вот Поэтому Продолжение следует Вот мы приехали на склады Ну по карте Здесь Территория складов Бригады Зенита-ракетная Ну Первое что мы нашли Разрушенные Такие Остовы Ну Это как бы мелкое Там дальше Вроде как по карте Есть что-то более крупнее Сейчас пойдем посмотрим По территории Вот может быть что-нибудь найдем Покажем Вот фундамент зданий Особо здесь ничего Мы найти не можем Шарахаемся по лесу Какие-то фундамент Какие-то фундаменты Похоже что Единственные дыры уже Давным домом Провожали Похоже здесь уже Мы ничего не видим Но следы есть Здесь что-то входит Шарахаться Не понятно из-за чего В районе складов Там короче Мы только обнаружили Это Просто площадки А домов остались Одни стены Ну как бы Стен местами нету Руины Руины Ничего не сохранилось Просто Просто бетон И кричи И камни И дальше посмотрим Вот неподалеку от части Нашли Вот такие вот Руины Не знаю Что это Ну ребятки Мы приехали Получается По викимапе Ожидая увидеть плац И Войную часть Но в итоге Мы увидели Это Да Викимапию давненько Не обновляли Я смотрю Вот от дороги метров 300 Да наверное Мы прошли По целине Блин Нету ни дороги Ни тропинки Вот пришли на позиции С75 Вот находимся сейчас На какой-то здесь Бетонный блок Под нами Как постамент Какой-то Да Вот Ну здесь вот Получается Впереди там Есть Бетонные какие-то Конструкции Видно Пойдем посмотрим Что там Что там Вот Смотри С камня Выложено Какой-то Защищенный Сидели Управляли Этими Установками Ребята О да Смотри Иди сюда Здесь Здесь Можно залезть сюда Ну здесь Потолок Местами Разрушен Смотри Чисто Вот Да Выложено валунами Чисто Сволон Волонов Строили В полевых условиях Вентиляция Осела Смотри Смотри Это Железо Ну что Подвозиции Походу О Да Че за провод Связь какая-то Здесь Канализация Это Вентиляция Была Просто Или Роют Или пытается Просто ее разрыть И вылезать Она Просто Осыпалась Мне кажется Мне кажется Здесь Человек Особо не Думаешь Что пойдем Посмотрим еще Мы В центре Позиция Мне кажется Мы Вокруг Тут Здесь Несколько Позиции Видишь Вот эта Железная Платформа Скорее всего На ней Должна Устан 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 Здесь Наверное Сама Установка Стояла На этом месте Базировался Зенитно-ракетный Комплекс С-75 Двина Дальность Поражения цели 29,4 км Надо как-то спуститься вниз Не Не Известно Что здесь было Я даже не знаю Что здесь было Но То что здесь была крыша Из бетона Это факт Не знаю Вот Бетон Отрывали Тоже С валунов Смотри еще порода такая Это Пенза Видишь Это чисто Вулканическая Построена На вулкане И вот везде тоже Видно Здесь Какие-то стоки Либо это Вентиляционные Трубы Либо это Какие-то стоки Третья вентиляция Одна Была Не Здесь Надпись 1978 Год Если это Не фейковая надпись То это Реально Много О Смотри Здесь крыша Сохранилась Крыша Сохранилась Восьмидесятый год Деревья Это Просто Явно не бункер Что это? И зачем И зачем Собственно и все И зачем оно Может кто-нибудь там расскажет как-нибудь Здесь прятался кто-то Такое Вот Вот Здесь Было Когда-то Но земля Сыпалась Уже Я думаю Он был ниже Много А Думаю Нет Просто Какой-то защиты Тоже все с камня Выложено Развалины Развалины А вон там дзод был Есть окошко с никого Но это не дзод Это типа Этой Наблюдательного Пункта Да Называется Как-то Не помню Помню название Читал как называется Правильно Есть стакан Может быть это и есть стакан Что-то здесь было Вот мы сегодня побывали в гарнизоне зенитно-ракетной бригады 150-й На складах точнее то что там от них осталось там ничего не осталось На аэродроме На месте воинской части и плаца и на самих позициях С-75 это ну так сказать ради чего вся эта бригада и служила существовала да Ну Ну Уцелело немного Что уцелело Мы вам показали Я думаю Ну прошло Около 30 лет С момента расформирования Точку этого места мы оставим в описании Если вам понравилось данное видео Ставьте лайки Подписывайтесь Все будет чок С вами были Пойди и проверь До скорых встреч Пока Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok